МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная площадь Петербурга, столица Великой Российской империи. Императорский дворец, памятник Александру I, который ввел русские войска в Париж, адмиралтейство, русский флот и главный штаб, русская армия. Так было до 1917 года. В 1918 году столица переехала в Москву. Дворцовая площадь, фасад погибшей империи, утратила свой смысл. Парадокс. В центре рядового по статусу советского города грандиозный музей вкупе с бывшей царской резиденцией. Отныне для властей Эрмитаж – курьез на грани с идеологической провокацией. Дворцовая площадь Петербурга, столица Великой Российской империи. Социалистическому провинциальному Ленинграду досталась невероятная по размеру и качеству коллекция мирового искусства. Русский человек расточителен. И русские монархи не были исключением. Они тратили на искусство больше, чем какие бы то ни было короли и принцессы. Русский двор – самый богатый двор в мире. В Эрмитаже коллекции русских императоров к началу 20 века 3 миллиона экспонатов. И вот Смольному достается все это богатство. Что с ним делать, начальство не понимает. То, что столица так быстро переехала в Москву тогда в начале советской власти, это, конечно, спасло Эрмитаж. Понятно, что если бы она осталась в Петербурге, то в Эрмитаже находился бы президент ЦК КПСС и все его службы. Это был бы дворец, где бы сидел товарищ Сталин. Но, конечно, Ленинградский обкуп все время как-то хотел все-таки туда. Не зная, что делать с Эрмитажем, новая власть действует решительно. 1 мая 1920 года участники Ленинского субботника снимают вычурную кованую решетку, ограждавшую сад Зимнего дворца, выламывают из нее изображение императорских двуглавых орлов и переносят на рабочую окраину, к новому саду, расположенному рядом с Путиловским заводом. Однако главным претендентом на Эрмитажные сокровища является советская столица – Москва. Ведь во время Первой мировой войны картины Эрмитажа были вывезены в Москву, они хранились в Кремле. И эрмитажники, тогдашние эрмитажники, очень опасались, что картины не вернутся. Все могло быть. Разумеется, аппетиты московских искусствоведов были велики, и они хотели бы по меньшей мере располовинить Эрмитаж. Коронные драгоценности остались в Москве, а Эрмитаж все-таки удалось, специальное решение от народных комиссаров, вернуть. И это был большой праздник, даже в Малахитовом зале праздновали в Эрмитаже. Две столицы в одном государстве – Советской России. Это много. Получается ненужный дуализм. И Сталин посылает в Ленинград своего наместника Сергея Кирова. Его задача – очистить город от следов имперской власти. Петербургскую интеллигенцию посылают строить Беломоро-Балтийский канал. Академию наук переводят в Москву, а сокровища Эрмитажа распродают. Лучшие шедевры дореволюционного Эрмитажа находятся сейчас в Вашингтоне. Эрмитаж сопротивляется. Сотрудники прилагают невероятные усилия, чтобы расхищение музейных сокровищ прекратилось. Когда хотели забрать картину Рембрандта Даная, есть несколько вариантов Даная, блудный сын там, да, то Академик Арбели сел на ящик с этой картины и сказал, что застрелись, но я не встану. В 1932 году Иосиф Абгарович Арбели отправляет письмо Сталину. И тот милостиво разрешает прекратить распродажу Эрмитажной коллекции, но лишь восточного искусства. Тогда, ради спасения музея, Эрмитажники объявляют все западноевропейские экспонаты, предназначенные для продажи, связанными с Востоком. Эта уловка помогает спасти многие шедевры. Были и другие хитрости. Постоянно наши сотрудники пытались какие-то любые, ну, самые глупые такие поводы использовать. Например, когда забирали картину Ван Дейка Благовещения, в телеграмме было написано выдать картину Ван Дейка Благовещения. И наши, естественно, радостно сказали, что такой картины у нас нет. В 1934 году Арбели назначен директором. В том же 1934 году в Смольном убивают Кирова. В городе новый наместник Андрей Жданов. Но задача перед ним стоит прежняя. Дочищать Ленинград и дочищать Эрмитаж. Вы называете Илья Абгаровича в обком? Это такой рассказ, типа, булгаковских, но отражает. И говорят, Илья Абгаровича, у вас очень много людей с неправильными фамилиями, очень много дворян у вас в музее работает. Илья Абгаровича говорит, ну, знаете, виноват, не знаю. Дело в том, что мои предки, мой род, происходит еще из IX века, когда еще никаких русских дворян не было. Поэтому в этом русском двореце я не разбираюсь. В 30-е гуманитария под особым подозрением. С началом большого террора репрессии выкашивают ряды археологов, востоковедов, специалистов по нумизматике и старинному оружию. В Эрмитаже этой публики с переизбытком. Множество сотрудников отправляются по этапу на дальние северные стройки. Так, накануне открытия выставки, приуроченной к юбилею Руставелли, было арестовано большинство ее организаторов. Открытие выставки, она готова 5 февраля 1937 года. Ну, мне сказали, что рано приезжать не надо. Открытие в 12, приезжать к 11. Я приезжаю к 11, я не понимаю, что происходит. Ни одного мужчины и сотрудников отдела нет. Ни Аджана Заведовщего, ни Кисаева, ни Гизольяна, никого нет. У женщин у всех потерянные лица. Измайлова, Татьяна Алексеевна, жена Аджана, рыдает у окна. Что такое? В ночь на этот день арестовали абсолютно весь состав отдела Востока мужчин. Вскоре после воцарения в Ленинграде у Андрея Жданова появляется план, как решить проблему Эрмитажа. Императорский дворец не может оставаться архитектурной доминантой колыбели Октябрьской революции. Раз нельзя передвинуть Эрмитаж, передвинем центр. У нового пролетарского социалистического Ленинграда должен быть новый центр. В 1935 году Андрей Жданов подписывает новый генеральный план города. На пересечении проспекта Сталина, сейчас Московского, и Дуговой магистрали огромная площадь. В ее центре дом советов. Здесь и власть исполнительная, и власть партийная, и власть законодательная, советская. Здесь должны быть построены новые музеи, новые театры, новые дворцы культуры. Здесь должны проходить парады, лететь самолеты, проходить колонны танков, физкультурницы, трудящиеся, приветствующие свою родную власть. А старая имперская рухлядь, в том числе и Эрмитаж, останутся там, на периферии города, далеко на севере. План Ужданова помешала война. Военные годы – единственный период в жизни после революционного Эрмитажа, когда его интересы полностью совпадают с интересами власти. Обе стороны стремятся сохранить музейную коллекцию как общенародное достояние. Прежде чем кольцо блокады замкнулось, Арбелия успевает эвакуировать большую часть экспонатов в Свердловск. За трое суток был упакован и эвакуирован Эрмитаж. Это просто вообразить себе невозможно. Это нужно какой-то фантастический роман написать, чтобы представить, как это могло быть. Полностью вывести из Ленинграда Эрмитажное собрание попросту невозможно. Оставшиеся в музее сотрудники, чуть живые от голода, делают все, чтобы сберечь музейное достояние. На помощь приходят матросы, стоящих на Неве боевых кораблей. И благодарные эрмитажники проводят для них экскурсии вдоль пустых рам. Рассказывают, какие замечательные картины здесь висели прежде. Нужно представить себе залы музея, обледеневшие, с окнами закрытыми фанерой, без света, с обондивевшими потолками. И все это весной начинает таять. Вода просачивается под висячий сад. Ведрами выкачивают воду из вазы, 19-тонной знаменитой нашей колыванской вазы в первом этаже. 10 октября 1945 года коллекция Эрмитажа благополучно возвращается в Ленинград. А уже через несколько лет в стране грянет кампания по борьбе с космополитизмом. Все западное объявляется враждебным. У нас свои художники – Перов, Шишкин, Репин. Зачем же советскому городу музей, демонстрирующий в таком объеме искусство тех, с кем неизбежна новая война? Когда война окончилась, музей имени Пушкина, то есть главный музей западного искусства в столице, практически прекратил существование. Потому что с 1949 года по 1953 год это был не музей, а выставка подарков товарищу Сталину. В конце 40-х годов советская власть борется против низкопоклонства перед Западом. Директоры Эрмитажа Иосифа Абгарыча Арбели снимают с работы, а на его пост назначают первого секретаря Дзержинского райкома партии города Ленинграда, товарища Кирсанову. Это идеологически закаленный товарищ. Она считает, что даже ношение обручальных колец недостойно советского человека. Эрмитаж она хочет сделать музеем русской воинской славы, музеем русского искусства. А все эти западноевропейские иконы и распятия, как она выражается, должны быть убраны. Кажется, что Эрмитажу суждено погибнуть. Эрмитаж спасает то, что правление Кирсановой продлится немногим более месяца. Ленинградский обком понимает, держать на такой должности не специалиста как минимум не солидно. Нужен другой человек со степенями и званиями. Выбор начальства падает на Михаила Илларионовича Артамонова, археолог, прославившийся открытием хазарских древностей. Анкетные данные идеальны. Из крестьян, служил в Красной Армии, начинал трудовой путь на заводе. Однако сразу после назначения становится ясно. Москва снова совершила кадровый промах, а Эрмитаж опять выиграл. Это был феноменальный совершенно человек. Не только большой археолог, это уж само собой, но неожиданно независимый человек, быть независимым в то время в Советском Союзе, это было нечто неслыханное. Новый директор начинает свою деятельность с отмены всех распоряжений Кирсановой. Вместо чистки экспозиции от Мадон и святых, Артамонов занимается совсем другим. Артамонов, преодолевая колоссальные трудности, превратил Эрмитаж в официально призванный истинный исследовательский центр мирового значения. Он восстановил издательство Эрмитажа, основал новые серии изданий. После смерти Сталина, кампания по борьбе с космополитизмом сворачивается. Уже в 1956 году, через несколько месяцев после 20-го съезда, Эрмитаж организует совершенно невозможную в прежние времена выставку Пикассо, французского коммуниста. Коммуниста он коммунист, но живопись его отнюдь не реалистическая. Там завязывались невероятные любовные романы на этой выставке, рушились семьи, понимаете? Это было все, как это, как, это доходило до кровомщения. В одном из залов, так, слева от двери, я сейчас помню это зрительно, висела знаменитая работа «Кот» Пикассо с птичкой, такая страшная, асимметричная морда, чудовище такое. И какой-то пожилой человек возмущался и говорил, что зачем это вешать, где вообще видели это воплощенное зло, этот ужас, и кто-то из стоящих рядом спокойно ему сказал, когда вы выйдете на улицу, оглядитесь вокруг. Это была толпа людей, которые бросались друг на друга в разговор, вот так вот, для того, чтобы сказать что-то главнейшее, чего они никогда не отдадут. Мой внук десять раз лучше это рисует, да? Да видно, что вы там были, не знаю, что, стукачи там, я не знаю, ответ ему. Выставка Пикассо открывает традицию иностранных выставок Эрмитажа. В стране, где поездка за границу для рядовых граждан невозможна, такие выставки – единственный шанс увидеть шедевры из собраний знаменитых зарубежных музеев. Интерес невероятный. Тысячи людей часами стоят в очереди, чтобы воочию лицезреть живопись Лувра или сокровище Тутанхамона. Одной из первых подобных экспозиций становится открывшаяся в 60-м мексиканская выставка. Мексикан – совсем другая культура. Весь коридор завешан черепами, скелетами. Все так ярко, эффектно, броской везде смерть. Во времена хрущевской оттепели партийное начальство не оставляет музей в покое. Новый хозяин Ленинграда, фрол Козлов, недоволен залом для приемов в Смоль. При этом ему чрезвычайно нравится Николаевский зал в Зимнем дворце. Как-то раз городоначальник прибыл со свитой в Эрмитаж и напрямую сообщил о своих планах директору. И Фрор Романович спрашивает, а что здесь было раньше? Ну, здесь были баллы, вот видите. А говорят, что в Ленинграде негде устроить вот такие хорошие партийно-правительственные приемы. Им-то можно было. Слушай, распоряжение правительства. Николаевский зал превращается в зал приемов. Что еще? Ну, как что еще? Там чего? Там галерея находится? Да, Петровская галерея. Очень удобно. Будет буфетная. Так. Ну, а что еще? А внизу галерею расстрелим? Ну, как раз кухня. Абсолютно вся. Вот будет, настоящий будет комплекс, настоящий будет дворец для народа. И вдруг в этой тишине, когда все подкушали, раздался тихий голос. Незнакомый в этом вот партийно-советском аппарате этого не будет никогда. Это был голос директора Эрмитажа Артамонова. Фрол Козлов – человек номер два в советской партийной иерархии. Он окружен свитой подхалимов и привык к беспрекословному подчинению. Впервые столкнувшись с таким афронтом, он отступает. Артамонова не удается сломить даже тогда, когда на помощь обкому приходит руководитель Советского Союза, генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В 1962 году Никита Хрущев в сопровождении Василия Толстикова, первого секретаря Ленинградского обкома партии, и Михаила Артамонова, директора Эрмитажа, гулял по музею. И вот здесь, в Севковом переходе между Зимним дворцом и Эрмитажем, Василий Толстиков говорит Хрущеву, «Знаете, Никита Сергеевич, вот здесь под пулом находятся старые каретные сараи, и мы, работники Смольного, просим вас, давайте организуем конный манеж для ответственных коммунистов, чтобы они могли отвлечься после тяжелой работы». Никита Сергеевич говорит, «Прекрасная идея, директор, надо этому поспособствовать». Михаил Ларионович Томонов резко отвечает, «Пока я директор, этого не будет». Эрмитаж не только защищает свои позиции, но и наступает. Директор Артамонов не ограничивается демонстрацией Пикассо. В Эрмитаже хранится своя коллекция французской живописи нового времени, попавшая сюда еще при Арбели, когда Эрмитаж и Московский музей изобразительных искусств имени Пушкина поделили между собой собрание великих русских коллекционеров – купцов Щукина и Морозова. Ее извлекают из запасников и выставляют на третьем этаже музея. Это, конечно, было наисовременнейшее искусство, которое практически даже так смотреть можно было увидеть только в Эрмитаже, потому что в русском музее он сильно отставал. В русском музее самый авангард представлял Костя Короля. Все остальное уже было в запасниках, а в Эрмитаже можно было увидеть все-таки настоящее западное искусство. Да, и кубистический, абстрактный Пикассо – это впечатляло. Появление импрессионистов в Эрмитаже было настоящей эстетической революцией, потому что импрессионисты и постимпрессионисты, они отрицают не только живопись реализма, гораздо важнее, что они отрицают живопись социалистического реализма. Если они есть, то социалистического искусства в сущности нет. А появилась эта живопись здесь в значительной степени благодаря Антонине Николаевне Изоргиной, сотрудницей Эрмитажа, тогдашней жене Иосифа Абгарча Арбели. Антонина Изоргина – одна из самых выдающихся русских женщин XX века, чемпионка страны по альпинизму, женщина, которая употребляла обсценную нецензурную лексию, как будто вставляла французские цитаты в речь. Членов политбюро она называла «походя в компании наши корнеплоды». Она никого и ничего не боялась. Хрущевская оттепель обошла стороной изобразительное искусство. Напротив, начало 60-х ознаменовалось борьбой за утверждение истинного соцреализма. И Эрмитаж оказывается на передовой линии этого идеологического фронта. Из Москвы сюда приезжает специальная комиссия во главе с автором полотна «Зимний взят» президентом Академии художеств Владимиром Серовым. В составе комиссии – московские чиновники, которые еще в 1948 году закрывали экспозицию новой французской живописи в Москве. Они очень громко говорили между собой, они смеялись, они показывали пальцами на картины. Кто-то из них как будто бы сказал, что «А, живопись Ван Гога, это же мозаика из червей». Я вот помню, как Сысоев, подскочив к картине Пикассо «Композиция с черепом», в торопях прочитал ее как «Композиция с чертом» и сразу, значит, стал издавать различные возгласы. Для него это и была чертовщина, и это была действительно композиция с чертом, композиция, сделанная чертом. После того, как картины эти были быстренько осмотрены, началось заседание. Московская комиссия требует от директора Эрмитажа, чтобы французская живопись нового времени была немедленно возвращена в запасники. Антонина Николаевна достала бумагу и прочитала текст, посвященный коллекции Сергея Ивановича Щукина. о том, что эта коллекция имеет очень большое значение, потому что она способствует воспитанию трудящихся и что-то вот в этом роде. Неграмотность Серова и всей этой компашки была такова, что он не разобрался же, откуда тот? Его реакция, он прерывает Тотю этим криком. «Ахинея! Это провокация!» Тотя говорит, «Не знаю, подписано вы, Ленин!» Все. На этом все кончается, больше ни слова. Все сворачивается. Комиссия удаляется. И отбывает в Москву. За строптивость эрмитажники расплачиваются статусом невыездных. Та же Тотя Антонина Изергина, блестящий специалист по французскому искусству, впервые увидела Париж лишь за три года до смерти. Другим везло меньше, особенно беспартийным. Конечно, были там персонажи уже абсолютно, там, Левенсон Лесин, который мог по надписи на обороте картины определять автора, никогда не бывая уже в советское время за рубежом. Анна Григорьевна Барская, которую ласково звали Барсик, которая знала... Ее ни разу не пустили во Францию. Она занималась французским искусством. Но она знала французское искусство так, что к ней обращались французские специалисты. Эрмитажники живут в своем особом мире, который как-то вываливается из провинциальных ленинградских реалий. За стенами громогласно прославляют Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, отмечают выполнение повышенных социалистических обязательств, клеймят отщепенцев, крепят дружбу народов и встают на трудовую вахту. А в Эрмитаже ничего не поменялось с 1914 года. Здесь время словно застыло. Эрмитаж был таким островом. Он островом и остался до сих пор. Это абсолютно странный ансамбль посреди безумной страны. В советское время дворцовая площадь была пустынной. Потому что и в здании штаба гвардейских войск, и в главном штабе, и в Адмиралтействе находились военные объекты. И оживала площадь только два раза в году. Первого мая и седьмого ноября. Когда здесь, вдоль Эрмитажа, а тут устанавливались трибуны, шли демонстрации трудящихся. Специально обученный человек кричал им что-нибудь вроде «Да здравствует советская молодежь!» Или «Высшее знамя солидарности с борющимися народами Азии и Африки!» И люди кричали «Ура!» Они шли вдоль этих стен, вдоль Ренуара, вдоль Цициана, вдоль Рембрандта. Это не имело никакого значения. Значение имел Ильич, который был в торце площади, на здании штаба гвардейских войск и махал рукой советским трудящимся. Наша жизнь, окружающая среда, бесконечные сводки о победах на Целине, о том, что построены новые детские сады, спущены со стапелей какие-то невероятные суда. Это бесконечное нагнетание оптимизма вдруг, когда входил в Эрмитаж, обрывалось. Температура воздуха была другая, атмосфера была другая. То есть ты попадал в какое-то, реально в другое пространство ты попадал. Контраст. Контраст всего. Пространств, декора, запахов. То есть это обстановка коммуналки с безумными соседями, да, еще печки, которые топили дровами этих дворов, где мальчишки постоянно дрались, кидались снежками и все себя плохо вели. И вдруг такой дворец, такая атмосфера. Конечно, первое впечатление – это роскошные обнаженные женщины и потом золотой декор. Эрмитаж роскошен по определению, потому что построен для русских царей. Властителей величайшей империи. Царей не стало, роскошь осталась. Перешла по наследству Советскому музею номер один. Эта парадоксальная на фоне серой советской действительности роскошь производила невероятные впечатления. Когда туда приехала группа афроамериканцев, они как люди эмоциональные, то они пустились 15-минутный пляс на этой лестнице от восторга, как они ее восприняли. То есть такой восторг в них вызвала эта архитектура, это золото, эти скульптуры, эти зеркала, эти окна, и вообще весь интерьер. И я теперь, как прохожу по этой лестнице, всегда вспоминаю, думаю, не пустится ли имя не в пляс. Но меня могут и не понять все-таки. Жить в Петербурге значит ходить в Эрмитаж. Такая местная традиция. Ходят годами. Со временем складываются свои маршруты, появляются любимые залы, какие-то заветные углы. Для ленинградского ребенка первый поход в Эрмитаж был как первое причастие для католика. Что-то чрезвычайно важное, торжественное и глубоко личное. То, что останется потом на всю жизнь. Дети все воспринимают обычно на уровне своего роста. И поэтому это знают все музейные педагогики. Например, детям бессмысленно показывать живопись. Во-первых, это где-то высоко. Во-вторых, она предполагает какой-то уровень абстрактного представления обо всем. Поэтому дети воспринимают прикладное искусство. И скульптуру иногда... На меня самое большое ощущение произвели эрмитажные полы. Видимо, все-таки возраст был совсем необычный. Сильнейшее впечатление мумия, конечно, в египетском отделе. Обычно потом я приходил домой, складывал руки. И это у меня было первое знакомство с медитациями, как я теперь понимаю. То есть я лежал и представлял себе, что я уже в царстве мертвых где-то там. И если вам кто-нибудь будет говорить, что сразу Рембрандт поразил, или там итальянцы, или импессионисты, не верьте. Рыцарский зал, рыцари, чучело лошадей, мечи, латы. Вот это нормальное детское впечатление. В переводе с французского – эрмитаж – обитель отшельника. Немного странная обитель. Романтически настроенные юноши и девушки пропадали в галереях музея целыми днями. Здесь назначали свидания, здесь влюблялись, музей формировал вкусы и пристрастия. Кто часто ходит в музеи, в эрмитаж, то есть потом подсознательно ты как бы уже как заинтересованный типаж ищешь, чтобы в твоем сердце появилась любовь и чувство влюбленности только на такую женщину, которую ты видел в эрмитаже. И вот чтобы у нее носик был прямой, совершенно, вот так, знаете, какой лобик, прямо переходит в нос, да, античные греческие лица. Петербуржцы – это люди с таким выраженным региональным характером. Они довольно сильно отличаются, скажем, от москвичей, как англичане, от американцев. Но и в этом социальном вареве петербуржском, довольно однородном, эрмитажники как щепотка соли, аристократически воспитанные, знающие все не только о своей профессии, но и о многих других вещах, сдержанные, аристократически холодные, демократичные, приветливые, но никогда не за панибратом. В эрмитаже умудрялись открывать выставки, ни разу не обращаясь к собравшимся со словом «товарищи». Это был невероятный пример русского языка. Когда фойе эрмитажного театра, сын Варшавского, который коллекционировал Нецке, передавал папину коллекцию эрмитажу, собрались в гости. Он начал так. Уважаемые гости, друзья, знатоки, пришедшие почтить память моего отца. Благодарю вас. Господи, где? Где это можно было услышать? Эрмитажники – особая каста. Рудиция, свободное владение несколькими иностранными языками, снобизм и беспощадная ирония – видовые признаки эрмитажника. Один из последних – недавно ушедший из жизни Борис Зернов. Сказать просто, что он был специалистом по немецкому искусству, не сказать ничего. Анкетные справки убивают легенду, а Зернов – легенда. Мой учитель и замечательный друг Борис Алексеевич Зернов, подчеркивал, что в Эрмитаже очень много дураков и еще больше дур. Но он их очень любил. Он говорил, что без них совершенно нельзя. Они тоже составляют какую-то сторону его души. А потом стало очень много милиционеров. А Борис Алексеевич очень не любил, ну, опять, не любил попов, а во-вторых, милиционеров. И вот когда выставили милиционеров нам в ходе в Эрмитажную библиотеку, он перестал туда ходить. В этом типичное проявление Эрмитажного каприза. Это были такие ученые-еорники. Вот если говорить о сотрудниках Петербургского Эрмитажа, которые бесконечно подкалывали, демонстрировали бесконечную эрудицию, очень такую легкую и необыкновенно изысканную. Они все время вели себя не так, как ожидаешь. То есть, если приходят студенты, ну, и как бы они все такие раскованные, тогда Эрмитажники ведут себя, ну, с манерами просто, ну, не знаю, там, Людовик 16-й отдыхает. А на следующий день ты приходишь уже как-то одевшись соответствующий, тогда тебе выходит ерник, который с тобой только матом разговаривает. Директор Артамонов у начальства как кость в горле. Нужен только повод, чтобы с ним расправиться. Этот повод находится 30 марта 64-го года. В Растрелевской галерее открывается выставка для сотрудников музея. Авторы – Эрмитажные рабочие такелажники. Среди них – знаменитые впоследствии художники-авангардисты Михаил Шемякин и Владимир Овчинников. Мы собрали экспозицию, расставили картинки, по стенкам, как мы предполагали бы их повесить. Ну и, естественно, нужно начальствующего благословения получить. Но Артамонова в то время не оказалась в Эрмитаже. Он был в отъезде где-то, я не знаю. И мы пригласили его заместителя по научной части Владимира Францевича Левенцона Лесинга. Изумительный совершенно человек, прекрасный ученый. Он уже был очень пожилой в то время. Он пришел, осмотрел все это, наши опусы. А 1 апреля приезжает такая госпожа, вернее, товарищ Колобова. Она в обкоме КПСС заведовала культурой. Ей наша начальница говорит, ну вот мы в хламовнике выделили место для наших рабочих, чтобы они выставили свои рисунки. Она говорит, во-первых, это абстракционизм, на что Миша Шемякин сказал, мы все фигуративисты, не оскорбляйте нас, пожалуйста. Экспозицию демонтировали на второй день. Разразился чудовищный скандал. Причиной стало еще и то, что выставка совпала по времени с объявленной Никитой Хрущевым борьбой с абстракционизмом. Виновным обком объявляет Левенсона Лессинга. Однако вернувшийся в Ленинград Артамонов решительно берет всю ответственность на себя. Выставка Токелажников дает, наконец, начальству из Смольного повод для того, чтобы снять Михаила Артамонова с работы. О том, что директор Эрмитажа смещен в должности, должен объявить коллективу какой-то из секретарей обкома. Но к секретаре обкома панически боятся работников Эрмитажа. Ты им слова, они себе два. И два раза начальство из Смольного не приходит на общее собрание. В третий раз о том, что Артамонов снят с работы, объявляет здесь, в Эрмитажном театре, секретарь порткома Эрмитажа. Но то, что должно было быть простым сообщением, констатацией факта, превращается по существу в политический митинг. Мы все собрались в театре. И всем, нужно сказать, было очень страшно, потому что это была такая акция официальная, акция партийная. И я помню, как вышла на трибуну Антонина Николаевна из Оргина, наш очень уважаемый хранитель, тогда уже вдова Иосифа Абгаровича Арбели, которая сказала о том, как она счастлива, что ей пришлось работать в Эрмитаже вместе с Артамоновым. И зал начал аплодировать. Овация. А потом пресекается движение по набережной. Значит, и числа присутствующих, а так, судя по объему театра, присутствовало человек 400. Там сидячих мест 350, но все было забито до конца. Ну так, до сотни. Сопровождает Михаил Реоныча по асфальту Дворцовой набережной. В 64-м году после увольнения Артамонова директором Эрмитажа становится Борис Борисович Петровский. Он питомец Арбели, давний сотрудник музея. Петровский оставался в блокадном Ленинграде и дежурил в Эрмитаже во время воздушной тревоги. Борис Борисович, по-моему, имел свой пост около Малахитового зала, а сотрудник отдела Востока, его коллега, рядом в коридоре, где сейчас Швальера. И они встречались в ротонде, книжки у них были, что страшно. Арбели говорил, что ни в коем случае нельзя в противогазных сумках носить книжки. Нужно, чтобы там были противогазы. Но там были книжки. И они рассказывали друг другу о своей профессии, о том, что они нашли сейчас. С тем, чтобы, если кого-то из них убьет, другой мог рассказать и продолжить. Директорство Бориса Петровского приходится на эпоху застоя, когда одрехлевшая советская власть подрастеряла прежний запал. Никто не покушается ни на живопись, ни на помещение Эрмитажа, что не избавляет администрацию музея от придирок и унижений. Когда после реставрации знаменитой картины Джорджона Юдив Эрмитаж поместил изображение на поздравительные новогодние открытки, партийное начальство немедленно расценило поступок музейщиков как идеологическую диверсию. Как посмели Юдив... Во-первых, отрубленная голова уже плохо. Юдив, героиня убивающая, значит, еврейская героиня убивающая, значит, Аллаферна, которая напала на Израиль, и пошло-поехало. Были и шутки в литературной газете, и более серьезные, и звонки, там, я не знаю, были ли какие-то специальные разбирательства, не было. Но, в общем, это было очень нагнетенно вот как тут и политическая незрелость, и вообще. Здесь все напоминает о незабываемых событиях тех исторических дней, о деятельности нашего учителя и вождя Владимира Ильича Ленина. Ленинград оказался достойным этого имени. Леонид Ильич Брежнев никогда не был в Эрмитаже. Он не любил искусство, он любил охоту и хоккей. И сюда, в Эрмитаж, приходилось ходить с партийно-правительственными делегациями первому секретарю Ленинградского обкома партии Григорию Васильевичу Романову, который тоже изобразительное искусство, да и вообще культуру терпеть не мог. Он был человек оборонки. А интеллигенцию он гноил как мог. Травил Лихачева и Товстоногова, изгнал из города Юрского и Райкина. И он, конечно, выгнал бы отсюда и Эрмитаж, что-нибудь бы с ним сделал, но просто не мог. Эрмитаж подчинялся московскому начальству. В начале 80-х по Ленинграду ходил вслух, будто Романов брал из Эрмитажа на свадьбу своей дочери сервиз и разбил его. Это неправда. Романов делает музею исключительно мелкие гадости. Но зато систематически. Скажем, когда встает вопрос о передаче Эрмитажу Строгановского дворца, Романов прикладывает все усилия, чтобы этого не произошло. И Строгановский дворец когда-то был филиалом Эрмитажа в 20-е годы. Как бы естественно, да туда. Но специальное распоряжение Григория Васильевича, он очень гордился, как-то Борис Борисович сказал, а вот не дал я вам Строгановский дворец. Такие музеи, они являются одним из атрибутов империи. Как у нее есть ракеты, у нее есть войска, у нее есть великий музей. Вот Эрмитаж был вот таким вот имперским музей. А над ним стоял обком. Хотя по статусу над ним должен стоять государь-император. В 92-м году бразды правления Эрмитажем принимает сын Бориса Борисовича Петровского, Михаил Борисович. И это неудивительно. Ведь в 91-м году Ленинград стал вновь Петербургом. И в бывшем императорском дворце опять восторжествовал династический принцип преемственности власти. Однажды Эрмитаж посетил один из петербургских градоначальников. Походил по музею с директором, а потом говорит Михаилу Борисовичу Петровскому, что это у вас окна такие грязные. А Петровский ему отвечает, что все, что внутри, это мое. А все, что снаружи, ваше. Это ваша ответственность. Страна изменилась. Сегодня имперские символы в моде и дворец российских монархов в центре города никого не смущает. Первые лица государства зачастили в Эрмитаж. Тем не менее, оборона продолжается. Просто линия фронта передвинулась. Есть люди, которыми он очень любим, а есть людям, которым хочется что-то такое от него отобрать, забрать, лучше использовать, навести порядок, с тем, чтобы к этому немножко пристроиться. У Эрмитажа искренних друзей, которые хотят ему помочь, гораздо больше, чем у всей страны. А кто еще может представить страну лучше, чем музей? Спортсмены, они, да, проигрывают. А музеи, кто еще там? Начальники, они, да, тоже проигрывают. А музеи не проигрывают. Советская власть считала Эрмитаж серьезным идеологическим объектом и как-то специально к нему относилась. А вот постсоветские муниципальные власти и бизнес, они любят Эрмитаж, и они хотят его как-то еще больше украсить. Как знаете, маленькая девочка ставит Барби на гарнитур красного дерева, чтобы он был еще красивее. Здесь на Дворцовой площади затеваются какие-то разные нелепости, карнавалы, поет любительниц, старшеклассниц Дима Билан. Здесь построили каток, который выглядел как московский ларек для продажи шаурмы. Здесь происходят самые разные и самые нелепые зрелища. Но надо сказать, что Эрмитажу от этого ни холодно, ни жарко. Подступает следующий год, Дворцовая площадь выглядит по-другому. А Эрмитаж, он вечен, он константа, он будет всегда. Продолжение следует...